18 уникальных картин известного московского художника-модерниста, поэта и искусствоведа Олега Прокофьева теперь может увидеть каждый. В выставочном зале Дворца культуры Арктика открылась выставка «Олег Прокофьев до эмиграции». С творчеством, созданным на подъеме новой авангардной волны, познакомилась Любовь Пермякова. Олег, к сожалению, известен меньше у нас. Точнее, он был вообще очень малоизвестен, потому что до 1971 года такое искусство просто не выставлялось, поскольку это искусство неофициальное, это искусство, которое развивалось параллельно с официальным искусством и, в общем-то, вопреки даже этому искусству, вопреки каким-то определенным идеологическим позициям. Галина Амельченко, представитель галереи современного искусства Амельченко-галерии, рассказывает об Олеге Прокофьеве, который был сыном великого композитора Сергея Прокофьева. Такой же талантливый, но уже в области живописи он оставил после себя уникальное наследие – картины, написанные в советские и английские периоды. В 1971 году художник эмигрировал в Англию, где стал научным сотрудником отделения изящных искусств университета Лидса. Он успешно работал на Западе, в многочисленные персональные выставки. Он проявил себя не только в живописи, но и как скульптор прекрасный. Его покупали коллекционеры, покупают до сих пор очень хорошо коллекционеры на Западе. Он имел много персональных выставок, то есть его хорошо знали. И вот сейчас, по сути, начинается его возвращение на родину. Возвращение на родину, но уже через творчество. Ведь российско-британский художник умер еще в 1998 году. Картины, написанные в советский период, долгое время родственники не могли вывести за границу. Впоследствии эту коллекцию они передали к Амельченко-галере. Для нас очень важно, что галерея должна не только, будем так говорить, выставлять, а нести культуру в провинцию. Мы часто видим, что галереи в Москве замкнуты. Они там, так сказать, проводят, а дальше не идут. У нас другая политика, у нас современное искусство. И мы хотим в провинцию ввести наших художников. У нас уже 19, это 20-я выставка, для того, чтобы увидели. И мы первые, кто их увидит в регионах. Ведь в России Олег Прокофьев выставлялся лишь дважды при жизни. В 1997 году в Музее музыкальной культуры имени Глинки и в 2010 году в Третьяковской галерее. Выставку можно посмотреть в выставочном зале Дворца культуры Арктика до 14 мая.